У нас сегодня хорошее мероприятие, мы будем практически рассказывать, что нужно сделать для того, чтобы вы начали уже свою торговую операцию на Амазоне и на eBay. И у нас здесь наши лидеры, наши команды, здесь у нас Виталий Мираевский, Денис Деркач, здесь у нас Лена Менко с Александром и здесь у нас Анатолий. То есть мы пригласили специального нашего партнера, который практически сел, разобрался, пересмотрел ролики и будет делиться своим видением и пониманием, как это делать. И мы будем задавать вопросы. Давайте мы всех поприветствуем. Денис, скажи всем привет, представьте. Привет, друзья. Сегодня мы, Анатолий нам сегодня расскажет, начнем с самых-самых азов. То есть информация, которая будет дана сегодня, она будет, скажем так, как мы его попросили, для первоклассников. Далее мы дадим ссылки, как и где все начинать. Давайте предоставим слово Анатолию, я думаю. И сейчас он начнет рассказывать для всех именно самых-самых азов, с чего надо начинать. Анатолий, тебе слово, включай камеру, представься и давайте начинать. Да, ребят, всем привет. Меня зовут Анатолий Тимофеев. Давайте сразу с места в карьер, да? Чем мы будем заниматься в этом новом для нас виде бизнеса? И ближайшие несколько месяцев сразу расскажу нашу цель. Наша цель на несколько месяцев первых – это прокачать свои аккаунты на eBay. Сейчас я вам покажу табличку. Вы это все можете на самом деле найти у себя в обучении. Так, видно экран? Да, видно, видно, очень хорошо видно. Смотрите, то, что нам нужно сделать. Ежемесячно в идеале поднимать свои лимиты на eBay и выйти на открытие eBay Story. Это магазин eBay такой, да? Ваша страничка на eBay, где у вас там товары и все остальное. И там дополнительные возможности уже появятся. Значит, чтобы поднимать лимиты на eBay, нужно, во-первых, постоянно держать ваши текущие лимиты наполненными, наполненными, под потолок, да? Допустим, смотрите, когда вы начинаете, у вас возможность выложить 10 товаров, либо сколько-то товаров, там не 10, но на сумму до 500 долларов. То есть, вы постоянно поддерживаете свои лимиты полными. Это первое. Второе. Чтобы написать письмо в eBay, не письмо, а там есть форма, да, вы нажимаете и просите поднять вам лимиты. Так вот, чтобы eBay поднял нам эти лимиты, нужно продавать 20% от текущих лимитов. Соответственно, если у нас первый лимит 10 товаров, надо нам продать 2 товара из этих 10. И потом можно делать запрос в eBay, чтобы они подняли лимиты до следующего уровня. Следующий уровень 50, потом, видите, 100. И когда мы лимиты поднимаем на 100, уже можно, значит, открывать eBay Story. Так, как мы будем… А можно сразу вопрос, извини, я не перебиваю, я хочу добавлять. А что такое eBay Story для людей, то есть, мы как бы так сразу с места в карьер. То есть, первым людям надо открыть счет на eBay, я так понимаю, аккаунт на eBay, так? Да, да, до этого я сейчас дойду, я сейчас как бы издалека, я подойду к этому. Хорошо. Сейчас издалека, чтобы было понятно, что мы не просто там что-то делаем для того, чтобы что-то сделать. Я сейчас просто хочу дать конечную промежуточную цель, зачем мы это делаем, да? Вот, и открываем eBay Story. Это такой магазин на eBay. У вас, когда вы его откроете, у вас просто появятся дополнительные возможности. И просто у вас повысятся продажи после этого и так далее. Вот, но до этого мы еще дойдем. Теперь, значит, как мы это будем делать? И как нам советует это делать компания, да? Infinii. Использовать метод дропшиппинга. Что такое дропшиппинг? Дропшиппинг – это когда вы берете на какой-то площадке товар, допустим, на Амазоне. Вы его выбираете по определенным критериям, которые вам нужны, да? Мы потом тоже к этому подойдем. Идете на другую площадку, на eBay. И продаете его там дороже. Вот это и есть дропшиппинг. Смотрите, как это работает. Значит, вы выложили здесь этот товар. У вас его кто-то купил. Вы, значит, после этого убедились, что вам на PayPal пришли деньги. Вы идете на Amazon. Покупаете здесь этот товар. И посылаете его по тому адресу, тому человеку, который у вас купил на eBay. То есть схема вот такая, если в двух словах. Более подробно тоже расскажу позже. А, значит, и смотрите, значит, почему мы будем, и компания нам советует использовать Amazon. Есть много площадок, с которых можно производить дропшиппинг. Это американские площадки Overstock, Walmart, самые крупные, да. Это крупная площадка AliExpress. Но, как я убедился, схема по поднятию своих лимитов через Amazon – это самый быстрый способ. Можно я сразу тоже по ходу, чтобы нам дальше, скажем, не уходить в дебри. Да. Анатолий, вот насколько я знаю, что занимаясь дропшиппингом, может возникнуть такой момент, когда нужна будет связь между продавцом или, например, между покупателем. Тот у вас будет этот товар приобретать. Что делать в таком случае людям, которые не владеют английским языком? Не будут ли проблемы? Спасибо. Да, насчет английского языка. Ну, ребят, смотрите, какое-то знание английского языка, конечно, нужно будет. Вы даже вот заходите на Amazon, смотрите, но там все на английском. Да? Какое-то элементарное знание нужно, естественно. И нужно будет общаться с покупателями. И им надо будет тоже писать на английском. Потому что покупатели у нас будут с Америки. Но, знаете, можно, на самом деле, можно же пользоваться какими-то готовыми шаблонами. Вопросы обычно одни и те же всегда. Да? А если вы будете все делать правильно, то и вопросов, по идее, не будет. Человек купил, вы человеку все отправили, он все получил, все вовремя, все отлично. Товар пришел, не помятый, не разбитый. И то, что он заказывал. Вопросов, по идее, нет. Но если вопросы будут, ну да, надо писать, отвечать. Я думаю, Google Hangout хорошо переводит вообще все идеально. Леш, можно задать вопрос сразу, пока мы далеко не ушли? Да, конечно. Вот, ведущему, у меня вопрос такой. Вот мы сейчас говорим о дропшиппинге. Эта функция доступна на Prime пакете? Мы сейчас о каком пакете говорим? Об Excel? О Prime? О чем мы сейчас говорим? Да, конечно, доступна. И смотрите, сам метод дропшиппинга, в принципе, его можно осуществлять вообще без всякого пакета. Вот, просто вопрос, насколько это будет сложно делать вручную все. И Infinii нам помогает, автоматизируя как раз этот процесс. Да, на Prime, конечно, это можно делать. Я ответил? Это хорошо. На самом деле, только расскажи, что за автоматизация. То есть, зачем нам нужен Infinii? И какую роль выполняет автоматизация Infinii? Вот, наверное, людям надо объяснить, для аудитории. Почему они не могут просто тупо пойти без Infinii, выкладывать эти товары? И почему, что дает Infinii? Какую помощь оказывает автоматизация? Да, я до этого тоже дойду, просто чтобы не сбиваться с мыслью. Давайте я закончу мысль свою. Почему Amazon? Я на этом остановился. Во-первых, Amazon, потому что это площадка с большим доверием в США. Я вот читал на форуме, общался с американскими продавцами, которые используют эту систему дропшиппинга именно с Amazon. И в том числе они делают дропшиппинг и с Walmart, и с Overstock. И вот люди пишут, американцы, что бывают такие случаи, когда они продают что-то с Overstock или с Walmart, и им покупатели остаются недовольны. Какой-то процент покупателей пишет им, что вот мы недовольны, что вы таким образом нас, не знаю, обманули, когда мы купили у вас на eBay, а пришел товар с Overstock. На Amazon, как я с ними пообщался, таких проблем практически не бывает. То есть это единичные случаи. Это первое. Второе. Смотрите, бесплатная доставка нас интересует, потому что люди охотнее покупают товары с бесплатной доставкой. Чтобы вам получить бесплатную доставку на Overstock или на Walmart, она начинается от 50 долларов. На Amazon эта бесплатная доставка начинается от 35 долларов. Опять же, нам это очень выгодно, потому что у нас лимит всего 500 долларов в месяц и всего 10 товаров. А ты можешь показать, как выбрать? Покажи, где написано на Amazon, например, я знаю, что надо выбирать с праймом. Ты можешь картинку показать, где праймом? Да, конечно. Смотрите, вот это, кстати, прайм товар. Если вы в поиске вводите, вот такой значок прайма означает, что этот товар как раз-таки отправляется с помощью Amazon. Если у вас цена больше 35 долларов и стоит значок прайм, значит, вы можете смело брать этот товар, вы получите бесплатную доставку по США, и он будет отправлен непосредственно Амазоном. Это значит, что вот эти товары лежат на складах Амазона. Вот таким образом, да? То есть я правильно понял, Толя, чтобы дальше мы не уходили. То есть мы открываем счет на eBay, и мы сможем, сидя, допустим, в Москве, продавать товары на американском eBay, скажи, с Амазона? Да, да, мы открываем аккаунт на eBay. Давайте, раз уж мы затронули, я это хотел попозже сказать, но ладно. То есть мы... Да, мы открываем аккаунт на eBay, открываем аккаунт в PayPal, привязываем eBay к PayPal и спокойно продаем на американский рынок. В России это возможно. Какой адрес я указываю? Какой адрес я указываю? Московский, американский? Да, нет, при регистрации на eBay и на PayPal указывайте свои реальные адреса и все вообще реальные данные. Фамилия, имя там, адрес, все реальное. Никаких махинаций здесь сделать не нужно, потому что eBay может вообще-то проверить все это. Хорошо, хорошо. Теперь люди вот мне задавали вопрос, надо ли открывать счет, как индивидуальный предприниматель ИП, или надо открывать, как Леша Фомин, там физическое лицо, как вот это открывать? Потому что там разные варианты есть, там какие-то окна всплывают, которые вот это... Да, дело в том, что индивидуальный предприниматель, это требуется по российскому законодательству и для продажи на рынке России, да, нужно открывать это. Но мы же продаем на американском рынке и, соответственно, вот эти нормы, они как бы не подпадают. Вот... В общем, не нужно ответ. Я понял. Хорошо, тогда вот ты начал с того, что нам показал слайд, где вот эти лимиты есть, да? Да. То есть мы, когда открываем счет на eBay, мы сразу же сможем торговать на Амазоне, или мы сначала вынуждены будем торговать на Россию как-то? Ну, да, я понял вопрос. Да, смотрите, я тоже этот вопрос... Мне показался странным, когда у нас в обучении там написано, что мы должны сделать 10 продаж в своей родной стране, да, чтобы после этого получить выход на американский рынок. Ну, смотрите, во-первых, я сам так делаю. Сразу же, вот я сразу зашел и стал продавать на американский рынок. Я знаю людей, уже здесь мы там общаемся, которые так делают. И самое главное, я специально этот вопрос задавал в службу поддержки русского eBay. И мне пришел ответ, что да, вы можете. Ты даже не представляешь, какой бальзам на душу ты сейчас пролил на всю российскую команду. Да, ребят, но это касается только России. За другие страны я пока вам сказать не готовлю. Мы отдельно будем проводить тренинг, готовим материалы. Сейчас мы говорим, что для людей, которые находятся на территории России, стабильные данные такое, подводим итог, что человек в России может открыть счет на eBay и открыть счет на Амазоне и начинать торговать на Амазоне. Скажи про Амазон теперь, чтобы открыть счет на Амазоне. Там как, что там нужно? Тоже реальный физический адрес? Пока это не ушло далеко, можно я еще вопрос задам? Давай. Смотрите, учитывая вообще само местоположение, к примеру, я продаю товар, то есть у меня находится покупатель, он, соответственно, смотрит мои данные, а данные у меня российского продавца. Как в этом случае? Не будет ли для него это каким-то моментом отторжения, что все-таки либо долго будет товар эти, ну, скажем, что-то в этом роде? Вы поняли, да, вопрос? Я имею в виду, не будет ли это препятствием? Да, да. Вопрос я понял. Так. Ну, во-первых, вы если посмотрите там на eBay, да, чтобы посмотреть, откуда продавец, надо специально там зайти сначала на, нажать на значок продавца, зайти там, зайти в его профиль, и там будет написано, откуда, да? Покажи, где вот это все точно будет, ну, раз пошла тема. Так. Смотрите, я сейчас сделаю проще. Я зайду с американского IP-адреса, и мы сразу это посмотрим. Как видят американцы наш аккаунт на eBay, да? Ты вот так хитро решил сделать. А я пользуюсь периодически проверкой и своих товаров, и каких-то там еще вещей через американский IP-адрес. На самом деле, немножко иногда есть отличие заходить с русского IP-адреса или с американского. Так. Да, вот смотрите, сегодня как раз мы обсуждали этот вопрос. Вот это нужно зайти сюда. и здесь вот, чтобы посмотреть, откуда продавец. Где-то здесь. Ну, смотри, здесь вообще не написано, на самом деле, да? Написано Russian Federation, но это насколько это бросается в глаза, я не знаю. Потому что реально на ваших товарах, на самих, на них не будет этого написано. Ну и нормально, то есть все, смотрите, вот это мой товар, выложенный на eBay, да? Ну, я не знаю, где здесь. Здесь есть имя, seller information, да? И больше, в общем-то, здесь ничего нет. Если я зайду сюда, то да, здесь уже будет написано. Если я покупаю у вас товар, Анатолий, смотрите, я американец, я покупаю у вас товар, и что-то вдруг, ну, случилось, что, может, я хочу отказаться, но что-то у меня произошло. Соответственно, я должен вам как-то написать куда-то, правильно? Значит, я должен видеть, откуда вы. Я так понимаю. То есть, чтобы какие-то спорные моменты, мы могли бы с вами решить. Виталий, я отвечу на этот вопрос. Там вся связь и общение через eBay идет. Ты напрямую мне в почту никуда ничего не пишешь. То есть, там сервер, то есть, все сообщения идут через eBay. Я понял, окей. То есть, по большому счету, получается, что... Виталий, ты ничего не получаешь от человека. И видит, кроме вот этой надписи, и то даже на товаре он даже не видит надписи Russian Federation? Нет, не видно. Он, смотрите, когда вы указываете, создаете листинг на eBay, вы указываете страну, откуда этот товар, да, и где он у вас находится. И на eBay, соответственно, высвечиваются эти данные, что вот этот товар из США. Вот и все, что там видно, на самом деле. Анатолий, а что такое листинг? Поясни, просто не все понимают, что это такое листинг. Да, ребят, вот это, вот это вот, вот это вот и есть листинг. Видно, да, экран мы? Да, да. Вот это все, название товара, его фотографии, вот эти данные специфические, да, модель, там, цвет, описание, вот это описание, условия доставки, условия возврата товара. Тут еще могут быть вопросы. Вот это все и есть листинг. Вот это листинг на eBay, вот это, соответственно, листинг, ну, давайте зайдем, вот это, соответственно, листинг на Amazon. То есть, по сути, листинг – это есть описание товара. Да, да, это и есть листинг. И все его данные. Да, где все указывают, все данные об этом товаре, и все. И тогда уж сразу давайте насчет того, что нам дает Infinii в плане листингов, да. Смотрите, вот, Infinii нам дает возможность создания этих листингов в, скажем так, полуавтоматическом режиме. вот здесь вот можно создать. И просто создание этого листинга на автомате, оно занимает, ну, где-то раза в три меньше времени, чем создание вручную. Потому что, вот вы будете делать первый листинг все вручную, кто еще не сделал. и вы поймете, насколько там, на самом деле, вот муторно заполнять все эти позиции, писать все эти, там, описания, названия, все это писать вручную, это очень муторно и долго. Если речь идет об одном товаре, ну, ладно, это можно сделать, потратить время о двух, там, да, о десять, ну, наверное. А если вам надо будет 50 товаров в день таким образом выкладывать, вы будете просто сидеть, вот утром сядете эти листинги делать, а к вечеру только закончите. Ну, это очень долго. Вот. И помимо этого еще сейчас у нас работает продукт Ресоч. Он, продукт Ресоч что делает? Он тоже нам экономит время на поиске товара, потому что поиск товара тоже очень много времени занимает. А мы хотим найти именно тот товар, который будет у нас лучше всего продаваться и быстрее всего. Потому что какой-то товар может висеть там и месяц, и два, и три, его не будут покупать. А какой-то уйдет за пять дней. И вот этому тоже надо всему учиться и вообще насчет поиска товара надо делать отдельную встречу. Там очень много нюансов. Так, вот есть тут вопросы по этому пункту? Давай так подытожим промежуточную тему сделаем. Что сейчас мы видим, что Infinii помогает автоматизировать весь этот процесс. То есть не тратить сидеть часами работу на заполнение, а просто на полном автомате выкладывать туда данные. Все, вот это классно, такое стабильное данное. Я вообще рад нашей вот этой встрече, потому что я для себя в очень многих моментах прояснил. Оказывается, мы можем открыть счет на eBay, мы можем продавать, сидя в России, товары в Америке, мы можем, значит, выкладывать эти товары. Люди не видят, что человек физически находится в России, он видит, что товар находится в Америке и спокойно его покупает. Я просто, правильно ли я понял ход нашу вот эту? Значит, задача сделать несколько первых продаж, увеличить лимиты, чтобы мы начали процесс это, для того, чтобы eBay дал нам больше возможностей продавать, чем больше у нас товароборот, тем больше денег мы зарабатываем. То есть, понятно. Все, вот для себя очень много прояснил. Классно. Хорошо. Давайте двигаться дальше. Да, и дальше так, что я вам хотел рассказать. Вот, может быть, есть у кого-то вопросы, почему именно Amazon? Потому что я знаю, что многие сейчас, мы общаемся, там, кто-то там берет Overstock, кто-то берет AliExpress. Я вам могу просто вот сказать, в чем минус AliExpress, допустим, да? Давай, давай, рассказывай все, что знаешь, что очень интересно. Он находится в Китае. Вот представьте себе, сколько времени у вас товар будет идти из Китая в Америку, да, вот это, вот это время. И, во-вторых, в каком еще видео он дойдет, тоже неизвестно. То есть, в Америке служба доставки работает хорошо, в Китае, не знаю. Он, может быть, будет пока идти по Китаю, там, что с ним произойдет, неизвестно. А смотрите, в случае, когда мы по Америке товар берем, он находится в Америке, мы продаем его тоже в Америке, там, пять дней, грубо говоря, на его доставку, и все. У нас с момента покупки человеком нашего товара на eBay до момента, когда этот товар придет ему уже, да, проходит пять, семь, ну, даже если десять дней, это все равно очень быстро. Вы представляете, какой оборот можно делать таким образом? Не забывайте, что у нас лимиты, и получается, что у нас лимит на десять товаров, но как только товар у нас продался, у нас лимит опять повышается, да, то есть мы еще один товар можем опять выложить. И поэтому Алиэкспресс, это просто будет все дольше. А Оверсток и Walmart, вот я вам сказал, что там доставка от 50 долларов бесплатная. И вот смотрите, допустим, вы найдете товар какой-то на Оверстоке за 51 доллар, да, у него бесплатная доставка, плюс ваша накрутка, плюс там все комиссии, вы на eBay получится выложите его за 75. Итого получается у вас по 75 7 товаров, даже меньше, да, 6 товаров и все, лимит у вас исчерпан, вот этот в 500 долларов. А на Амазоне мы берем, находим товар за 36 долларов. Со всеми накрутками он на eBay будет 50. И мы можем 10 товаров сразу выложить. Это помимо еще остальных ну, мелочей, которые на самом деле тоже влияют. Вот поэтому Амазон. можно я добавлю Анатолий, может быть я я зашел на сайт вот этот Алиэкспресс, да, и я увидел, что там, например, ну, например, чехол для телефона, да, то есть чехол для телефона стоит 50 центов и производитель продает минимум 500 штук партии. То есть теоретически, когда мы раскрутимся, я увидел, что есть такой бизнес связаться с производителем, купить у него этих 500 чехлов для телефонов, да, выслать их на Амазон, Амазон у себя на складе разместит этот телефон и я могу продавать эти чехлы на Амазоне. Это чуть-чуть другой вид бизнеса, то же самое, только чуть-чуть другой вид бизнеса. Правильно понимаю? Да, нет, это совсем другой вид бизнеса. Это уже другой вид. Да. Это то, к чему мы придем, но просто начинать нас с малого. Там тоже есть тонкости по работе ФБА Амазон. Это ФБА называется Fulfillment by Амазон, понятно. Да, и это будет, просто я считаю, что нам еще рано туда лезть на самом деле. Я тоже так считаю. У меня так... Ага, сейчас сразу, чтобы мы время... Значит, следующий вопрос. Когда люди получают товар с Амазона, будут ли они на Эбэе? То есть мы продали на Эбэе, а поставка идет с Амазона. Что делать, если они же там в Амазоне накладную ставят с ценой, по которой мы это сами купили? Как этот момент избежать? Нет, накладную с ценой они не прикладывают, если вы покупаете на Амазоне, ставите галочку «Как подарок» послать, да? Как подарок. Как подарок. Приходит просто посылка, ну да, на ней написано Амазон, поэтому вопросы у людей могут быть, в том плане, что почему я купил на Эбэе, а мне пришел с Амазона. То есть ты хочешь сказать, что в упаковочной ленте снаружи будет Амазон? Да, да, там на упаковочной ленте будет написано Амазон, но, да, но, вот я говорю, что я общался с ребятами, с американцами, они говорят, что ничего страшного, один, грубо говоря, человек там из ста вам напишет, а он останется недовольным вот этим. Ну, вы с ним решаете проблему, можно ему объяснить, но если он не поймет, можно ему, в конце концов, вернуть разницу цен, между Эбэей и Амазон, когда этот человек один на 50, ничего страшного в этом я не вижу. Толя, вопрос. Толя, Толя, слушай. Денис, представься, пожалуйста, включи камеру, потому что тебя не видно, я тебе дал доступ. Да, да, да. Да, еще тут настаивает камеру. Да, Денис, ты задавай пока вопрос, пока и одновременно там разберешься с камерой. Да, 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 вот уже все, вроде разобрался. Толя, смотри, про наклейки, как мы с тобой обсуждали, да, вот этот вопрос, именно наклейки Амазон, да, что-то такое, я слышал, что в Амазон именно нужно указывать, чтобы не ставили наклейки туда. Есть, есть такое дело, нет? Уточнял этот вопрос? Я этот вопрос не уточнял, насчет наклеек, честно говоря, слышу в первый раз. Ну, может, я слышал, я у Ивана, у Алексея слышал этот, вот этот разговор. Ну, хорошо, я поразбираюсь в этом. На самом деле, и вот американцы тоже об этом не пишут. И смотри, даже если там не будет ленты Амазон, там будет обратный адрес. Ну, это понятно, все ясно, а смотри, что с подарком, да, вот как сам процесс этот оформляется, вот именно, где там какую галочку ставить? Может, покажешь, где что? Раз пошли конкретные вопросы, да, давайте покажу. Смотрите, вот у меня уже есть в корзине там какой-то товар, я не буду уже другие смотреть. Смотрите, this is a gift, ставим галочку, и, в общем-то, все. И идем дальше. Это в момент, когда ты делаешь покупку, я так понимаю, Толь? Да. Покажи еще раз, не прыгай, покажи специально, чтобы не спешили, люди посмотрели, где это. Покажи, пожалуйста, еще раз. Давайте я покажу весь процесс тогда. Да, покажи весь процесс, очень интересно. Да, мы нашли товар, сейчас сразу выберу Prime, чтобы и больше 35, вот, допустим, да. Хладем его в корзину. Вот он в корзине, это можно удалить тогда. Наличие 1, ставим галочку, это подарок. здесь из-за гифт. Идем дальше. И здесь вот, смотрите, она поставилась. Да? Понимаю. Идем дальше. Здесь указываем адрес, вот у меня уже есть американец, которому я там отправлял. Если нет, сюда вписываем адрес того американца, который купил у вас товар на eBay. Этот адрес будет у вас в карточке eBay, когда он купит, там будет его адрес. вписываем его сюда. Идем дальше. Здесь вот, да, это еще дополнительная упаковка. Ну, нам она не нужна, тут 3 с лишним долларов на нее. Здесь письмо, которое будет написано на этой посылке. Да? Можете его оставить, можете его убрать. Здесь написано, привет, Рон, это мой подарок для тебя, да, от меня. Ну вот, идем дальше. Подожди, 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 не надо дальше. Людям надо это убирать или нет? Или это лишнее послание? Скажи. Это то, что будет вложено в посылку. Я думаю, просто надо это убрать, зачем это? Конечно, это надо убирать, то есть, ребята, это надо убирать. Смысл, да? Нет, ну подожди, человеку будет приятно, возможно, что ты вот таким образом... Но он же заплатил тебе деньги. Он же деньги заплатил. Это если это подарок, на самом деле, не слышишь. Толя, да, да. Нет, ребят, ну какая разница? Все на самом деле подарки стоят денег, поэтому... Но я говорю, это лично каждый для себя решает. Можно убирать и все. Я думаю, убрать это все. Холорон? Надо писать, холорон это самый лучший файл, который ты купил. Привет, Леша, тебе подарок от меня. Дай мне 100 баксов. Ладно, дальше пойдем. Так, дальше смотрите. Но здесь вы привязываете карту вашу обычную, Visa, MasterCard, да. И чтобы сразу было понятно, Amazon не принимает с PayPal. Просто меня тоже спрашивали, что, а вот раз я оплатил чек на PayPal, допустим, да, могу я сразу пойти и за эти деньги купить на Amazon, чтобы ему послать. Так у вас не получится. Во-первых, у вас деньги, скорее всего, будут заморожены какое-то время на PayPal, если у вас новый аккаунт. Даже если они не будут заморожены, вам придется их переводить на карточку, а потом уже с этой карточкой идти, как бы, да, покупать здесь. Еще, Толя, вопрос. Да. Смотри, с PayPal, да, вот, говорили, что, когда, например, ну, появляется покупатель, да, туда-сюда, он платит за этот товар, да, деньги попадают на PayPal, и они будут заморожены на две недели. Да. Вот. Именно срок такой две недели, потому что человек может вернуть еще товар, да, может какие-то претензии предъявить, так далее, и тому подобное. Вот почему. Да, да, вот поэтому. Именно потому, что вы не являетесь, ну, подтвержденным продавцом, да, грубо говоря, и чтобы предотвратить вот такие махинации, что человек продал что-то, да, а потом с него деньги не взять, потому что он их уже вывел из PayPal. Вот именно для этого такая система заморозки у них существует. Так, и вот смотрите, еще что хотел сказать, вот когда мы сюда пришли, здесь, во-первых, так это я, кстати говоря, неудачный какой-то товар выбрал. Это какая разница? Потому что на нем нет налога. Обычно вот здесь есть налог, это налог по доставке, который берут Соединенные Штаты, причем каждый штат, каждый штат может свой налог какой-то брать, у них разные там проценты от шести. Не, я понял, я понял, смотри ситуацию, вот когда ты выставляешь, берешь с Амазона, например, товар, выставляешь его через Infinii на eBay, то есть именно ценник, который ты устанавливаешь, там уже все приплюсовывается, там и комиссия Амазон, и доставка, и так далее, то есть все ценники, они приплюсовываются ко всему вот этому ценнику. указываются, ну, там уже посчитано. смысл тут смотреть, да, там уже все посчитано, смысл тут уже смотреть, там есть комиссии, там все за тебя посчитает, Infinii. Правильно, только я насчет того, что как она считает, не совсем понимаю, потому что купить, смотри, купить у тебя могут этот товар из любого штата, и поэтому точную они, естественно, цифру никто не знает. Поэтому, если вы хотите посчитать точно, ну, как, насколько точно, насколько я понял, в Infinii вот это вот процент налога с Амазон, который берет, он равен где-то 6% 6% да, да, да. Вот, он может быть меньше, он может быть больше, да. Ну, в принципе, да, то, что получаем при автоматизации и ту цифру, которую нам дается при создании листинга, это уже ваш выход в ноль. Но, естественно, здесь не учитывается комиссия, которую вы заплатите при переводе рублей в доллары. да, карточки в основном у всех рублевые, поэтому будут рубли переводиться в доллары, вы на этом тоже еще потеряете что-то. Не забывайте об этом. И вот как раз про перевод, раз я заговорил, здесь у меня просто уже сделано и у меня нет этой позиции, вам изначально Амазон будет предлагать пересчитать с вашей карточки деньги в доллары по своему курсу, по курсу Амазона. Я не знаю, где он его берет, но этот курс Амазон, он завышенный, и поэтому вам нужно здесь указать пересчет рублей в доллары через банк, значит, ну, в котором у вас получена карточка. Вот у меня Сбербанк, допустим, поэтому он будет через, у меня пересчитывать по курсу Сбербанка. По курсу Амазона это дороже просто. То есть людям надо карточки открыть долларовую, да и все для этих операций. Да, да, да. Долларовая карточка в любом случае понадобится, и я вот там у себя в обучении писал, что нам нужна карточка, на которую можно будет сразу выводить еще и средства с Амазон. А это значит, что эту карточку нужно, чтобы была возможность привязать к американскому счету в банке. Ну, карточка Пионер для этого подходит. То есть людям расскажи про Пионер, давай зайдем на этот сайт, как Пионер прикрутить, что нужно сделать. Пионер для начала, давайте, посмотрим маску. Алексей, а можно вмешаться? Прямо на секундочку. Алексей, можно вмешаться? Ну да, то есть, конечно. Я просто хотела бы, чтобы мы далеко не ушли. У меня вопрос вот по этому поводу. Поскольку, поскольку в основном люди сюда приходят именно для автоматизации своих продаж, вопрос такой, Анатолий, можно ли не заводить аккаунты на Амазоне, eBay и так далее? То есть вот Infinii, собственно, служит для этого, чтобы не заводить вот такие сложные истории. Вот можно так делать? И при этом все продавать и, собственно, участвовать в процессе. Я не совсем понял вопрос. То ли я, я можно отвечу на этот вопрос? Вот, суть такова, да? Суть именно компании Infinii вот в этом листинге и заключается, чтобы человек сам научился искать товар, находить его, выставлять его, сначала через компанию, а потом уже отдаленно от компании. Он мог выставлять его сам вручную и торговать уже отдельно от компании. Вот, спринтборд, да, это дополнительная площадка. Это не основная площадка. с нее основного заработка не будет. Вот, сам листинг, сам листинг, это и есть, это и есть, соответственно, компания Infinii. В таком случае у нас сейчас главный вопрос для наших партнеров, каким образом выбирать товары на спринтборде. То есть, нужно научиться сравнивать товары для того, чтобы он не зависал там 2-3 месяца, а чтобы он уходил быстро. То есть, вот это самый главный сейчас вопрос. Научить именно этому партнеру. Потому что все сейчас будут работать на спринтборде, на начальном этапе. То есть, то, о чем мы сейчас говорим, это вот по моим как бы представлениям, это пакет Excel, то есть на 400 долларов. Тогда уже человек начинает уже понимать… Нет, извините, перебью вас. Подождите, давай, это все на Prime. Это все на Prime. Давай я объясню. Значит, смотрите, конечно, пакет Excel это хорошо, но если у вас не будет прокачанного аккаунта на eBay, что вы будете на этом Excel делать? Может быть, он у вас уже есть, у вас может быть подняты лимиты, может у вас есть eBay магазин, тогда да. Если вы начали с нуля, зачем вам аккаунт за 400 долларов, что вы там будете делать на нем? Я хочу… Давайте мы, ребят, мухи от котлет отделим, да? Я так понял, что есть… Сейчас. Он… Есть небольшое замешательство, да? Между торговлей на Amazon и eBay… Ребят, мы сейчас котлет отделим, да? Сейчас микрофон… Я так понял, что есть… Сейчас. Это создает путаницу определенного людей. Значит, смотрите, ребят, для еще раз, Лен, просто я понял, надо это прояснить. Спрингборд – это отдельная тема. Мы сейчас не трогаем спрингборд вообще. Amazon, eBay и другие сайты – это отдельная тема. Так? Мы сейчас рассказываем для людей вот это обучение, да? Для тех людей, кто хочет зарабатывать тысячу долларов в день, полторы-две тысячи долларов в день в перспективе, да? Потому что, если у вас список полторы тысячи номинований в вашем магазине, если у вас 30% этого продается, например, в неделю, средняя стоимость товара там 30, 40, 50, 100 долларов, вы зарабатываете на этом там 20-30% на оценки. Ребят, вот где бизнес настоящий. Я об этом говорил на предыдущих мероприятиях. Это для людей, кто хочет на самом деле зарабатывать совершенно серьезные деньги. Вот то, что мы сейчас рассказываем. Спрингборд вам позволяет будет зарабатывать 100-200 долларов, например, в месяц. Смысл? Мы сейчас, мы не говорим про начальный вот этот этап спрингборда, про это мы будем делать отдельное обучение с партнером, с представителем компании. Кстати, Толя уже записал все видеоуроки, как делать, работать на спрингборде, на сайте. Есть эта вся информация. Мы говорим про большие деньги, про большой бизнес сейчас. Ребят, вот то, что я хотел сказать. Я хочу вернуть слово Анатолию. Все правильно. Да, все правильно. И смотрите, как я себе представляю, как говорила компания, да, я вот на самом деле для себя решил, если у меня спрингборд будет покрывать хотя бы мою ежемесячную плату абонентскую, то это уже отлично, как такая стипендия, всему остальному нужно учиться и нужно идти вперед и через какое-то время мы выйдем на хороший результат. теперь по... Я уже забыл, на чем я остановился. Я вам показывал, как на Амазоне. А? Нет, на Пионер ты должен был пить. А, да, карточка Пионер. Ссылку на... Вот смотрите, у меня сделан сайт, там есть обучение. Потом ссылки раскидаем там по чатам, да, и здесь в том числе есть ссылка на эту карту Пионера. Вы просто заходите, заказываете себе эту карточку, она где-то две-три недели будет идти почтой, да, и потом, когда она придет, уже ей можно пользоваться. Она также привязывается к счету в американском банке, то есть мы можем использовать ее для вывода средств с Амазона, потому что там можно выводить только на счет в американском банке в Амазоне. И также использовать ее просто как долларовую карту, чтобы не переводить постоянно рубли в доллары и не терять еще и на этом. Можно и с Инфиняй тоже можно выводить, правильно? Да, можно ее привязать к Инфиняй и так же выводить. То есть сразу несколько целей достигается, да? Так, Почему-то к Инфиняй Пионер не привязывается, вот пробовали привязать, не получается. Пионер не привязывается? Пионер именно, да, не получается почему-то привязать к Инфиняй. Ну, по крайней мере в GPG туда. А банковский счет с Пионер? А банковский счет не знаю, я брал карту. Давайте мы этот вопрос отдельно обсудим. Я думаю, все там должно нормально быть, там есть нюансы тоже. Это отдельно обсудим. Сейчас вот, просто если мы начнем сейчас по всем сразу направлениям пытаться там разобраться, мы просто запутаемся в результате. Так. Давай, мы заказали, заказали карту Пионер, как ее привязать к Амазону? Да, вы поймите, нам сейчас ее не нужно привязывать к Амазону пока. Так же, как и создавать пока что аккаунт продавца на Амазон. Он нам пока не нужен. И вот люди есть, которые уже привязали, вы поймите, что за аккаунт продавца на Амазон, он там какое-то время бесплатный, а потом там за него нужно платить. Вот, правильно. Там какая-то абонентская плата идет. 39,9 долларов. 39,9 долларов. так-то копейки. 40 долларов, да. Ну, просто пока что он нам не нужен. Там тоже не все так просто в Амазоне. Там есть смысл, смотрите, еще вот скажу, чтобы вы не путались. У нас есть обучение в Infinii. Там есть целый раздел по Амазону. И я вам хочу сказать, вы в этот раздел пока что даже не смотрите, потому что это для американцев. Вы же не будете, значит, со своими этими телефонами ходить по русским магазинам и высматривать там товары, какие подешевле, и потом отправлять их по ФБА в Америку на Амазон. А там говорится именно об этом. Нам пока это не нужно. Это очень тяжелый путь из России искать товары, которые подешевле здесь, чем в Америке, отправлять на ФБА в Амазон. Ну, вы сами подумайте это вообще. Вот. А по поводу Бананзы тоже там есть моменты. Это вот следующий шаг, который можно будет сделать. Там, ну, могу в двух словах рассказать, чтобы вы были в курсе. Да, давай расскажи нам. Значит, у нас еще одна схема есть. Это использование площадки Бананзы для продажи, для заработка больших денег. То есть, покажи тогда, пожалуйста, отдельный сайт Бананза. Так, ну, давайте покажу отдельный сайт. Просто он сейчас у меня закрыт. Я просто вам хочу рассказать общий смысл. В чем, да? В чем смысл Бананзы? Бананза работает в связке с Google, с поисковиком Google. И товары, которые вы добавляете на Бананзу, сюда можно импортировать, на самом деле, товары с ebay. И так, что-то у меня здесь. Не там Бананза. Вообще не туда зашло. Сейчас. И когда вы импортируете товары с ebay на Бананзу, они не сразу, но потихоньку начинают появляться в поиске Google Shopping. и таким образом вы уже смотрите, простой пример я вам сейчас покажу. Вот Google Shopping, да? Мы здесь сейчас введем товар, который у меня попал в поиск. вообще единственный из товаров, который вылез в Google Shopping. Все остальное там не появляется. Не хочет сюда заходить под американским IP сейчас. вот смотрите, этот спальничек, да? Смотрите, и вот вот это вот Google Shopping, вот это мой спальник. Если я на него нажму, видите, покупатель может перейти на ebay и купить этот спальник. Вот в чем основной смысл Бананзу на самом деле. Мы увеличиваем трафик на свои товары и на Бананзу саму за счет поиска и на ebay в том числе. Об этом я давайте потом попозднее расскажу, потому что я так понимаю до этого еще вообще мало кто дошел. Ну, это далеко, да. Сейчас, смотрите, сейчас самое главное вот научиться в принципе выкладывать товар, да, искать первоначально хотя бы хоть как-то и делать вот эти листинги выкладывать. Следующий этап, как искать товар именно правильно, по разным критериям его выбирать, там тоже не все так просто, этому тоже нужно отдельное занятие посвятить, этому нужно учиться, это вообще только с опытом придет, потому что товары разные, какие-то продаются лучше, какие-то хуже. И вот следующий этап будет увеличение трафика на эти товары, и вот таким образом будем повышать лимит и будем идти вперед. Может еще сейчас вопросы есть, пока я соберусь тут? Мне очень все понравилось, у меня значит такое для людей прояснение ситуации есть, то есть когда товар у нас купили, у нас вот с картинок, человек у нас купил товар, так, и на ebay, он у нас купил товар на ebay, деньги же я так как получается я не сразу получаю, так, они какое-то количество дней висят до момента пока я не укажу номер доставочный трекинг номер пока номер что товар вышел клиенту он отправлен вот так? Деньги да, деньги будут заморожены на paypal какое-то время, но опять же я говорю не у всех не у всех это будет никто-то сможет сразу эти деньги вывести зависит от аккаунта хорошо ну то есть на первых порах например человеку может понадобиться перекрутиться и взять например он продал кофемолку за 30 долларов то есть ему paypal на несколько дней заморозит эти 30 долларов ему нужно просто взять свои 30 долларов купить товар на амазоне указать номер доставки в этой анкете покупателя на ebay и тогда через несколько дней paypal он опять пришел деньги возместить да все так нужно иметь какие-то средства которые да у вас ну либо вы их найдете либо они у вас есть чтобы купить товар да на амазоне который у вас купили на ebay и потом вот да Алексей правильно сказал берете этот номер отслеживания трекинг номер как он называется вписываете на ebay и покупатель уже спокоен он видит что его товар отправлен и может отследить где там этот товар ходит и когда он к нему придет это замечательно то есть на самом деле у меня вопрос такой вот насчет заморозки денег а там две недели их замораживают или больше срок вот ну какой максимальный срок заморозки денег две недели вы знаете я слышал и про три недели в том числе но я говорю что здесь наверное индивидуально у меня допустим вообще не заморозились деньги все зависит от аккаунта вот когда купят у вас товар то увидите просто еще дополнение не сказал то то есть нужно людям выбирать именно товар рассчитывать на свои суммы то есть не выбирать там заоблачные цены там например за 500 долларов сразу там товар выставил там один товар можно и за тысячу выставить вот за тысячу подожди подожди об этом я говорил в самом начале ребят зачем нам нужен амазон нам нужно выложить как можно больше товаров а так как лимит у нас 500 долларов нам нужны эти товары в идеале не больше 50 долларов будут стоить на ebay это в идеале конечно там не всегда можно так ложиться ну 60 ну 70 долларов чтобы они стоили на ebay тогда это будет максимальное количество тех товаров которые нам позволяют лимиты на ebay вот в чем смысл выкладывать товары за 200 за 300 долларов их у вас во-первых никто не купит потому что у вас нет рейтинга у вас рейтинг продавца 0 человек придет посмотрит там товар за 500 долларов он посмотрит у вас у него нет доверия к людям у которых нет рейтинга продавца чтобы вы понимали тоже соответственно для этого и говорили то есть 10 продаж совершать у себя в стране совершать 10 продаж у себя в стране и тогда повысится рейтинг уже будет не на 500 долларов а больше нет говорили это не для этого это есть определенные правила но видимо на Россию они не действуют это есть правило в ebay в каких-то странах где нужно прежде чем выйти на американский рынок продать 10 товаров в своей стране но я говорю у нас в России такое правило не действует мы можем продавать на Америку спокойно ребят у меня есть вопрос пока тоже по ходу вот этого скажите какие может быть есть рекомендации PayPal в таких странах как Украина например и Беларусь он неполноценный есть ли какие-то варианты для того чтобы людям полноценно работать с этой платежной системой потому что тогда получается что про ebay можно забыть украинцам и белорусам в том числе да я занимался этим вопросом давайте мы это это можно тоже отдельный на самом деле сделать семинар по этой теме давайте чтобы сейчас голословным не быть мы отдельно соберемся вопрос я добавлю этот значит я вчера с Кевином очень долго разговаривал около часа кстати хотел в качестве новостей там даже добавить сейчас сама компания проясняет для нас по какой схеме двигаются людям в Казахстане в Белоруссии на Украине их специалисты реально прям общаются проверяют все вот эти схемы и в ближайшее время для нас именно для этих регионов будут вот эти готовые схемы вот это интернет торговля в качестве такого забегания вперед компания еще работает над тем чтобы например автоматизировать процесс например человек живет например у тебя есть друг который живет в Москве да а ты находишься например в Белоруссии то есть как автоматизировать процесс продажи когда у тебя товары продает твой друг со своего аккаунта да это это вот как один из возможных вариантов выхода на Украину через Россию через посредников России но здесь тоже есть нюансы давайте мы отдельно это обговорим да это будет отдельная схема и дополнительно значит я хотел еще сказать уже наверное мы основной момент уже закончили надо плавно перехать закругляться мы уже больше часа держим аудиторию значит я думаю что послезавтра мы проведем тренинг тоже порядка в 8 часов вечера по Москве мы расскажем детально как находить товар дешевый как его выбирать по каким критериям чтобы вы могли уже заполнять свои аккаунты товарами пробовать уже делать первые попытки делать первые продажи Анатолий мы сможем такой семинар провести? да сможем только лучше наверное не послезавтра послезавтра это вторник у нас да получается давайте в среду давайте в среду то есть друзья пометьте себе пожалуйста на среду на 8 часов вечера по московскому времени это будет такое техническое уже обучение на эту тему и также в конце вот этого видео мы вам в описании видео мы вам скинем ссылку на сайт где вы сможете пройти обучение по спрингборду Анатолий подготовил такой сайт он бесплатный для людей вы можете уже зайти посмотреть мы перевели многие материалы отдельно спасибо Анатолию за это он делает это в открытом доступе абсолютно для всех людей кто хочет значит пожалуйста то есть это отдельно ему респект за это значит и из дополнительных моментов которые я вчера общался с Кевином то есть компания сейчас хочет пойти на встречу людям с тем чтобы сделать компенсационный план еще более насыщенным сейчас они делают полностью анализ то есть вы знаете что компания только началась и сейчас буквально там полтора месяца люди стали получать первые комиссии теперь есть первая статистика и на основании вот этих вот первых чисел и первых статистик теперь компания смотрит как на самом деле работает компенсационный план и есть намерение у руководства сделать более высокие выплаты например за лично приглашенных людей и так далее и так далее то есть чтобы например вы получали 5% или 10% не с уровня директора вы получали бонусы а гораздо раньше ну то есть это пока в стадии разговоров но я хочу сказать что компания открыта в этом направлении теперь дальше что еще продолжите перевод материалов на русский язык но мы не дожидаемся этого мы продолжаем активно работать строим свой бизнес приглашайте людей в команду помогите им подключиться на пакет за 50 долларов пакеты на 400 долларов сейчас абсолютно не нужны мы не готовы как в техническом плане еще как и наши аккаунты на ebay и на амазоне к этому не готовы вот значит вот это то что я хотел вам сказать и наверное если больше вопросов нет давайте будем тогда закругляться я поставил вопрос просто как бы подвести резюме смотрите вот сейчас большинство людей вообще на нашем рынке они сделали ставку на спринборд ну я не знаю почему так у них получилось может быть что-то не услышали они как-то может неправильно поняли что всего лишь спринтборд это трамплин то есть это всего лишь тренировочная площадка сейчас вот в данный момент какие рекомендации дать этим людям как дальше им просто действовать двигаться если какие-то конкретные уже материалы точнее не материалы возможно ответы от компании по спринтборду вот и что в дальнейшем именно компания хочет предложить как альтернативу то есть как плавно перейти с этого трамплина куда-то дальше то есть мы вот по-своему сейчас движемся да ну и компания вот я слышал есть Infinii Store просто буквально в минутку что это такое и дальнейшие вот эти перспективы ну смотри Виталий вот как мы сейчас показывали то есть нам нужно предполагать что ты открываешь себе аккаунт на Амазоне на ebay и ты как владелец магазина то есть что такое счет на Амазоне на ebay это как твой виртуальный магазин понимаешь то есть предполагается идеально я сейчас издалека подойду была логика понятно то есть предполагается идеально что ты становишься магазином на Амазоне на ebay у тебя много товаров и так далее да не все люди захотят это делать не все люди Есть люди, которые не захотят это делать, есть люди, которые подумают, что им что-то попроще надо. Есть люди, которые по географическим соображениям не смогут это сделать. Например, в какой-то странной стране живут, где Amazon и eBay не работают. Для таких людей компания делает вот эту площадку, она называется Marketplace. Это просто как что-то типа прототипа торговой площадки, как Amazon или eBay. И сама компания уже будет продавать товары со своего профиля. То есть не ты уже будешь открывать свой счет, а компания ты будешь торговать со счета компании. То есть тебе не надо свой счет открывать. Ты можешь точно так же найти товары, которые ты хочешь продавать с того сайта, с этого сайта, но выкладываешь их на этот Marketplace. И вот что сейчас компания делает, вот эту платформу Springboard, начальный вот этот трамплинчик, трансформирует вот эту большую глобальную площадку Marketplace. Вот как это будет. А для людей, что касается тех людей, кто сейчас уже купил товар на Springboard и продает, то есть отчеты мы сейчас увидим. Я вчера, кстати, с Кевином этот вопрос поднимал. Он мне интересные данные сказал, что практически все товары проданы уже. То есть он говорит, ну вы пока не видите статистику, но на самом деле практически, как он сказал, все товары проданы уже. Я говорю, то сейчас мы опять подготовим еще 5 тысяч. Это в денежном выражении. Да, да, да. То есть люди увидят статистику и вплоть до того, что где-то 15 числа уже начисление комиссионных своих получат. Очень хороший новосток, кстати. Окей. Леша, пару слов. Ну и статистику 15 числа будет видно, правильно? Да. Леша, пару слов. Да, для Виталия и всех остальных. То есть изначально, что надо сделать сейчас на начальном этапе? Да, это PayPal, да, это регистрация на Amazon, это регистрация на eBay, регистрация на Bonanza, регистрация на Wallbrook для дальнейших занятий. В дальнейшем на всех вот этих площадках будем проводить занятия, соответственно. Вот, Толя будет указывать, руководить. Потом в дальнейшем мы уже привяжем PayPal к eBay, создадим на eBay продавца, на Bonanza продавца, потом с Bonanza активируем eBay, привяжем его к eBay, ну и так далее, и тому подобное. Все пошаговое действие. Изначально вот, как бы так вот. Ну то есть нам на Amazon, ты сказал, открыть аккаунт Amazon, мы говорим не аккаунт продавца, а просто... Да, 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 просто... Леша, еще пару слов хотел сказать, просто увидел вопрос в чате. Значит, ребят, смотрите, не путайте, вот этот Prime пакет Amazon, который также предлагает Amazon за 99 долларов, вам не нужен этот Prime пакет. Имеется в виду Prime, когда мы выбираем товар, Prime, просто товар, который помечен значком Prime. Это не значит, что вам нужно покупать пакет Prime. И это даже наоборот, не надо его покупать, потому что компания говорит нам, если вы будете пользоваться, купите этот пакет Prime и будете пользоваться его возможностями для дропшиппинга, то ваш аккаунт на Amazon могут забанить. Поэтому мы просто находим то, что больше 35 долларов и помечено значком вот таким синим Prime, и это берем. Никаких покупать там дополнительных этих не надо. Это хорошо, а то у меня уже 39 долларов списали, я послушал, открыл аккаунт на Амазоне, как продавец, ничего не продал там. Сейчас пойду карточку уберу, чтобы больше не списывали. Да, я к тому, чтобы никто там не покупал еще за 99 долларов, какие-то пакеты, это не надо нам сейчас. Ну все, на этой позитивной ноте, что мы людям все объяснили, может быть у Лены есть еще вопросы. Я просто, Лен, у вас есть еще вопросы, Лен? Да, да, да. Я, собственно, подытоживаю все, что я услышала, потому что все-таки мы немножечко людей запутали. Именно мы готовы были сегодня прослушать обучение по площадке Springboard и, собственно, по этому пакету Prime. А начали мы с того, что нужно открывать аккаунты на Amazon и так далее. То есть вот сейчас подытоживаю, я хочу сказать своим партнерам, что вот эти не нужно покупать, открывать аккаунты. Нужно пока оставаться на пакетах Prime, делать апгрейд на следующий пакет, на пакет Search, потому что там больше товаров, насколько я понимаю. И, собственно, все идет своим чередом и делать в среду уже обучение для новичков, скажем. Мы, собственно, все являемся этими новичками. Поэтому для нас вот степ-бай-степ начать со Springboard, перейти на какие-то другие пакеты, в данном случае на Search, который включает функции Prime, да, насколько я понимаю. А для тех наиболее продвинутых, которые хотят зарабатывать по 1000 и по 2000 долларов в месяц, им, значит, отдельно проводить обучение вот типа сегодняшнего. Вот я так поняла сегодняшний вебинар. Все правильно, все правильно. Вот тот вебинар, который мы сейчас рассказали, Лен, это не только 1000 долларов в месяц, это 1000 долларов в день, вот эта технология. Это реально, вот у меня у жены муж, мы с ним часто вот встречаемся, уважаемые умные люди, это доктор, он еще и доктор сам по себе. Ребята зарабатывают 30 тысяч долларов в месяц вот на той технологии, о которой мы сейчас говорим. Только они, знаешь, у них нет никакой автоматизации, то есть они не рассказывают эти секреты. Он сидит много часов перед компьютером, вот и пополняет домашний бюджет. Поэтому нас всех этих очень сильно интересует. Но я рад, что мы такую хорошую встречу провели, позитивно. Леш, еще, еще, для Елены, да, пару ответчиков. На спринтборде, ну там просто нечего делать, пару кнопочек нажал, да и все, и все, абсолютно нечего делать. Я вам честно скажу, там выбрать товар, вот с долей секунды выбрать, найти его еще нужно. Вот это другой вопрос, который мы будем в дальнейшем обсуждать. Вот, как-то так. Отлично, отлично. Ну хорошо, ребят, давайте, если больше вопросов нет, тогда будем закругляться. А, значит, поблагодарим участников этого семинара. Это Лену Мэнко с Александром, это Денис Деркач, это Виталий Мираевский. А, Леша сказал, у меня, у жены муж. У моей жены подруга и ее муж, то есть подруга Лейла, а, значит, и так далее. Я уже заговорился, поехали дальше. Спасибо за шутку. Значит, так, у нас поблагодарим всех участников семинара. Большое спасибо. Попросите своих партнеров посмотреть этот тренинг, у них очень многие вопросы отвянут, отпадут. И в среду, как мы уже скоординировали, в 8 часов вечера по Москве, мы будем проводить обучение уже такое специализированное, как заработать и поделить деньги путем нахождения товаров по дешевой цене, которые востребованы. Я, кстати, хотел про почту, говорили. У меня, я живу на 12 этаже, у меня прямо под окнами американская почта тут. Круглосуточно машина ездит, на другой стороне окна у меня океан, на другой стороне дома. А на этой почта. Так что они, я на самом деле, не понаслышке знаю, как они работают. Как муравьи, постоянно. Хорошо, ребята, спасибо большое. До встречи в прямом эфире. Хороших вам продуктивных регистраций, толковых партнеров и больших чеков звездных. Я думаю, что в этом месте у нас много директоров появится. В компании, людей, которые квалифицированы на бонус 20 тысяч долларов. То есть, спасибо всем за внимание, всего хорошего. Просветайте, преуспевайте. Всего вам самого-самого успешного. Продолжение следует... Продолжение следует...